Вновь ведущий смотрит хмуро, к нам пришел Степан Димур. Мы сегодня хотели говорить о Белоруссии, в которой нет всех этих явлений, о которых мы только что сейчас скользь прокатились, заметили. Там зато кровавый беспощадный диктатор, последний диктатор Европы. И про диктатора, и про его финансовую политику, или будем говорить вообще политику, которая в том числе включает некоторые действия в отношении финансов, в том числе и внутренней валюты. Вы не могли бы нам рассказать вообще, что произошло с финансовыми возможностями страны, почему вдруг возник какой-то кризис именно финансовый, потому что многие из наших радиослушателей могут просто этого не знать. Вот ваша точка зрения, Степан. Ну, на мой взгляд, вот те разговоры, которые сейчас заполнил интернет, и экономисты выступают, они говорят о том, что предвыборный популизм, да, когда зарплаты бюджетникам были подняты на 30%, вот он привел к этому кризису. И вообще модель белорусской экономики, она не имеет права на жизнь и на существование. Мне хотелось бы вам возразить, потому что наши экономисты, они, как всегда, за деревом леса не видят. Ведь на чем попались белорусы, громко говоря? Они все-таки попались? Они реально попались. Они попались, их можно назвать, у нас есть ножницы Кудрина, а в мировой экономике есть ножницы Бернанки. В чем это заключается? Они заключаются в следующем, что, начиная, ну, где-то с 2008 года, мировая экономика и спрос потребительский, он стагнирует, он даже сокращается. То есть реальный сектор, несмотря на крики о том, что мы вышли из рецессии, вопрос в том, как ее определять, он практически не вырос. Был маленький, короткий цикл на практически, может быть, полтора года восстановления складских запасов. Этот цикл закончился в сентябре-октябре 2010 года. В чем проблема с белорусами? Виртуальный сектор наблюдает огромную инфляцию. Это инфляция фундовых рынков, растут акции, растут товарные рынки. Ну, все, что нельзя попробовать руками, а все растет. А в то же время реальный сектор, ну, загибается, скажем так, по всему миру. Что белорусов? Белорусов, какие есть производства? У них есть два прекрасных нефтеперерабатывающих завода. Надо отметить, что по глубине переработки, по уровню технической и технологической смещенности, российские заводы, МПЗ, они идут ни в кое сравнение. Почему так случилось, чуть попозже поговорим. У них есть калийное удобрение, у них есть газотранспортная и нефтетранспортная системы, у них есть сельское хозяйство, и значительная промышленность, немножко. И значительную часть экономики как раз представляет сборочный производство. Значит, цена энергоносителей резко выросла. Это, в основном, это основной экспорт в Белоруссию. Да. А спрос на белорусский импорт, ну, для них импорт, он не увеличился, он даже упал, потому что основные страны, потребители белорусской продукции, это страны, так называемые СНГ. Да, благодаря существующей экономической модели, как в 2008 году мы упали в 2009, вот так вот ниже плинуса, мы не отжались. Ни украинцы, украинцы тоже, кстати, попали на КНС. Очень серьезно, да. Вот видите, вот эти ножницы. И Лукашенко здесь абсолютно, по большому счету, ни при чем. Любая экономическая власть или политическая власть в этой стране, она бы попала в точно такие же ножницы. То есть у него нет, в отличие от нас, нефтегаза, и поэтому он и попал. Не будь у нас нефтегазового, так сказать, потребки, мы бы были в той же самой... Вот если бы Лукашенко, Лукашенко был бы нефтегаз, хотя бы необходимый для внутреннего потребления, и в обоэкономическая модель... Работала по-прежнему. Она не только работала по-прежнему, она была прекрасна. Давайте попробуем уйти на рекламную паузу, я все время забываю, как это называется, по-культурному, а потом продолжим нашу передачу. Славик пишет, здравствуйте, супер дуэт, брау бис. Ну, видимо, дуэт это я, супер это вы. А вот 57-й пишет, нам бы такого диктатора, уровень жизни в России был бы не хуже. 76-й, у нас экономика имеет будущее, а траву нам продают. 65-й, Белоруссия с ее вождем оказалась в окружении финансовых пиратов. Вот, как бы, некоторый настрой. Ну, тут еще пишут про Кожевникову и про ее достоинства определенные, но я не буду это писать, лучше пусть Кожевникова придет к нам, и мы с ней поговорим. Кстати говоря, она должна готовиться, как будущий депутат Государственной Думы, к вопросам экономики. Вот если кто-нибудь из ее друзей там слышит, то я готов пригласить ее. Это тяжело, наверное, будет. А это будет интересно, вы понимаете, мы будем знать, какое будущее у наших, вот, так сказать, по данным тарифам. Однако, вернемся к Лукашенко и вот к этим репликам. Что вы видите? Ну, люди говорят, на мой взгляд, совершенно правильно, потому что, что делал Лукашенко в своей экономике? Откуда у него, например, такие модерновые, как говорят, НПЗ? Очень просто. Государство занимало с чем? Технологическим, техническим перевооружением промышленности, сельского хозяйства. Павел Стенпезе достаточно... Машина, машиностроение. Машина, посмотрите, на те же МАЗы и Белазы. Но они, в отличие от КАМАЗов, ничем не уступают, практически, своим западным аналогам. Я их видел в Венесуэле. Очень хорошая машина. И перевооружили сельское хозяйство. А чем в это время занимались мы? Мы, вернее, наше правительство... Давайте так дифференцировать. Правительство и мы, это... Наше правительство. Вот. Спасибо за уточнение. Мы чем занимались, тем продолжаем заниматься. Большого счета. Это активно и название. Никакого перевооружения промышленности не было. У нас просто разные модели развития. Ведь были жирные гоны, да? Рубль был крепким. Если у вас есть государственный подход, что вы делаете? Вы даете дешевые кредиты, как делал Лукашенко, чтобы перевооружить промышленность, закупить новое оборудование, обновить технологический парк. И только после этого вы опускаете рубль, чтобы сделать... Конечно. ...вашу промышленность конкурентоспособной. Да, просто особо, да. Все правильно. И мгновенно окупить затраты. И компенсация очень достаточно несложная. Ну, вот, к сожалению, конечно, программа-то у Лукашенко и то, что он делал, я, скажем так, понимаю, одобряю, но экономическая ситуация в мире, она... Не способствует. Скажем так, на мой взгляд, складывается таким образом, что ему будет очень тяжело, и Белорусу будет очень тяжело получить как раз вот те выгоды, которые могли бы быть от такого перевооружения промышленности и девальвации валюты. Воспользоваться ими нельзя. Ведь не надо забывать, что, например, в первом квартале 2011 года, по сравнению с первым кварталом 2010 года, рост УВП в Белоруссии промпроизводства составил 12%. Но у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, откуда тогда вот такая... Знаешь, какая-то вот плохо скрываемая радость, злобы у наших вот экспертов, у многих, кто выступает. Откуда они денежки получают, на кого они работают? А почему Европа так набит Лукашенко? А, потому что сказать, вот, видите, вы говорили, он хороший-хороший, а смотрите, как он, да. Извините меня, другой путь развития. Это не путь разбазаривания и расчленения страны и полностью сдачи всех национальных интересов. А это другая модель развития. Ее надо убить. Другой вопрос у меня. У меня вопрос политический. И посмотри, у нас в этой жизни не так много союзников. У нас это у нас с тобой, которая называется Россия. Я не беру правительство в данном случае. И по нашему мнению, вот по мнению тех людей, которые живут в стране, правильнее было бы поддерживать Белоруссию, как некая часть того мира, в котором мы живем. Да, абсолютно правильно. А мы вместо этого отпиливаем этот кусок с таким же сладострастием, как отпиливали Грузию. Как отпиливали Украину. Абсолютно. И вот еще и торчим от этого. Причем поглядывая на Кремль и говоря, смотрите, как мы облаяли. Как все здорово. Как вот мы молодцы, мы лукашенко. Я просто к себя, к этим людям не отношусь. Я тоже, но у меня непонятен, вот откуда это возникает. Почему? Смотрите, есть некоторые планы на будущее России. И богатая, мощная страна в эти планы не входит. А вот смотри, 66-й. То есть белорусы занимались модернизацией. И куда они пришли, и чего? Вам же только что сейчас объяснил умный человек Степан, что, к сожалению, есть один компонент, нефть и газ. И без него ты никуда не денешься. И вот эта вот наша позиция, при которой мы душим этих наших братьев, при том, при всем, что они делали все правильно, вот это и создает эту ситуацию сегодня. Ну вот элементарный пример. В Беларуси два прекрасных НПЗ. Сейчас они мощности не догружены. В стране не хватает бензина. У нас. Хорошего бензина не хватает. Да. В чем проблема-то? Загрузите мощности. И будет вам бензин. Но нефтяное лобби на это не пойдет. Да, конечно. Им это невыгодно. Да. Зачем же им лишнее? Они говорят, что у нас свои есть, у нашего нефтяного лобби есть свои плохие заводы. Они говорят, не-не-не-не, мы загружаем наше. А вот смотрите, если бы Лукашенко не хотели сбросить из нет, возможно, в Беларуси было бы лучше, пишет 88-й. Но незначительно. Незначительно, потому что я объяснил, на мой взгляд, что у них происходит с экономикой, почему они туда попали. Лукашенко не хватило буквально 5-7 лет говорить 2-0, а? Это много. Да. И вообще, надо сказать, что в масштабах страны, понимаешь, когда вот Россия, говорит, 5-7 лет, то это понятно, потому что у нас такие плечи, такое расстояние. А когда, говорит, немножечко вот страна чуть поменьше, конечно, нужны другие сроки, мне кажется. 57-й. Что будет с нашей многострадальной страной, если придут такие депутаты, как Кожевникова? Пипец. А ничего-нибудь все будет то же самое. Да я... Ранец какая. Вы же поймите, коллеги, я же иронизирую. На самом деле, я считаю вообще, что, вот я уже говорил здесь, не знаю, согласишься со мной или нет, у нас сложилась двухпартийная система. Одна партия это слабенькая, дохлая партия, которая называется партией гражданского общества. А вторая партия это партия власти. Причем она едина, монолитна. И когда мне говорят, что КПРФ или ЛДПР это какие-то партии оппозиционные, это та же самая партия. И поэтому я прошу всех не путать, у нас две партии. В этом плане мы абсолютно точно хорошо отформатировались, не хуже американцев. Только одна представлена в органах? Ну да, а вторая бегает вокруг и говорит, а мы, а мы, а мы. Сидеть, на месте сидеть. Скажи, пожалуйста, если мы возьмем, послушаем кого-нибудь из экспертов наших радиослушателей, ты не будешь возражать? Вдруг они какую-то новую струю привнесут нам в наше обсуждение? Алло, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день, вы просто звоните раньше других, я поэтому решил вас слушать. Вы знаете, я полностью с вами согласен, потому что вообще надо объединяться со славянским народом, потому что такое нашествие этой орды не было со времен, вы понимаете каких. Вы посмотрите, вчера сквернили православные святыни на проспекте мира. Они прыгнули просто на постамент, который находился в церкви, и никто вам про это не говорит. Это что такое? Я понял вас, да. Вы знаете, что я хотел бы сказать? А вы знаете, а что такое перекрытие проспекта мира? Я вот это не понял. Главное, это лизнуть. Лизнуть, так сказать, вот представители национальных меньшинств в Москве и сказать, что вы знаете, мы вот очень толерантны. Но нас-то предупредите, всех остальных предупредите, скажите, ребят, очень будет серьезный праздник, поэтому за год, за неделю, за две мы создаем условия, при которых максимально будет проявлена, так сказать, наша способность осуществить безопасность для проведения тех или иных мероприятий. Ну, по-человечески с нами отнеситесь, и народ к вам потянет. Ну, нельзя, мы свиньи для них. Ну, может быть и так, может быть и так. Будем еще принимать звонки, хотя у нас сейчас должен быть, в принципе, перерыв на рекламу. Во-русски у нас в студии сегодня Степан Димура, который доминирует в нашем разговоре, чего мне, к сожалению, так сказать, всегда не нравилось. Но, тем не менее, Степан, вы смотрите, что пишет Нео. Поддерживаем вас, то есть вас и меня. Комаров в Уренгое, на Самотлоре и Ямале кормили мы все вместе. Белорусы и украинцы не виноваты, что оказались без ресурсов. То есть, они говорят так, что раньше это было все общее, все советско-союзовское, а потом, когда мы разделились, оказалось, что это все российское, а вы, белорусы, при пиковом интересе. Ну, что значит российское? Вот вам что-нибудь принадлежит от этого куска? Нет, и мне нет. Ну, правильно, я считаю, что неудобно. Ну, вы смотрите, вот ваш цинизм, вы приходите и говорите, что часть Каспромовского богатства принадлежит не Рутенбергам и остальным всем, а вам. Ну, это же грязно. Да, ну, это грязно для технологий, я согласен. А, тем не менее, один вопрос. Мы начали с того, что все-таки проблема сегодня в Белоруссии есть. Вчера, батька, какие-то серьезные инициативы в финансовом плане. Вы не могли бы прокомментировать и осветить, что же произошло и что на самом деле за всем этим стоит? Ой, я думаю, что за всем этим стоит, грубо говоря, все инициативы направлены на то, чтобы хоть как-то за счет, скажем, населения, на данный момент, что, на мой взгляд, не совсем правильно, за счет населения и бизнеса, подлатать платежный баланс. Нет в стране валюты. ЗВР они расходовать не хотят, и правильно дело, там, ЗВР у них, по-моему, что-то... Да, ну, не очень. Я помню, три с половиной, по-моему, миллиарда, либо четыре, ну, грубо говоря, они покроют месяц-полтора импорта в Белоруссию. Ну, неправильно, на мой взгляд, политик, он только дальше роет яму, просто нужно девальвировать белорусский рубль дальше. У него нет другого выхода. То есть, он сегодня попал в ситуацию, при которой вряд ли можно найти какой-то другой выход, да? А вот его это воззвание, его это воззвание, я его услышал вчера, когда слушал его выступление, обращение, как бы, к нации, как к единому целому. И одновременно некоторая горечь, вот, в отношении тех злорадствующих оппозиционеров, которые сегодня говорят, ну, вот в России тоже были, помните, которые желали в русско-японской войне поражения, потом в первой империалистической войне поражения. Вот он говорит, что, может быть, это не совсем правильно, что в тот момент, когда нам, белорусам, тяжело, вы все-таки выступаете против нации, и это не приносит вам каких-то дополнительных очков. Может быть, вот он, вот по твоему мнению, призыв к оппозиции сегодня актуален, он же предложил сесть за стол переговоров, сказал, говорит, ребят, ну давайте поговорим. Ну, понимаете, он актуален, но оппозиция-то, она получает зарплату в другом месте. Это, на мой взгляд, совершенно беспринципные, продажные люди. Такая, знаете, либерастующая Демшиза, с которой мы, к сожалению, в России очень много накушались, хорошо знакомы. Ну да, и они были, как бы, так сказать, некой такой совестью нации, а потом оказалось, что это совесть продажная. Ну, вот это не очень приятно, конечно. Вот смотрите, что пишут 04-й. Экономисты в меганомике учились за границей, они обучены строить и создавать. 57-й. Белоруссия после обесценения зайчиков станет только сильнее. Вот это интересно. Можете прокомментировать? Ну, опять же, смотрите, хорошо. И до какой степени будет обесценение? В нормальных экономических условиях, если так порассуждать, да, помечтать, если бы они обесценили валюту еще, скажем, на 30-40 процентов, то, возможно, это бы оказало свой положительный эффект. Ну, возьмем вот ситуацию, к примеру, 98-й год. Да, рубль, его держали, держали, брали кредиты западные на поддержку рубля, потом все равно наступил дефолт, коллапс, рубль обесценился. А что произошло тогда с российской экономикой в следующие два года? Ну, был хороший взрывной рост. Ну, мы на литвутора очень напряглись и очень серьезно поднялись тогда. Да, но тогда еще были остатки какого-то производства, и действительно внутренний спрос, он действительно вырос, внутреннее производство, потому что зарубежные товары для большей части населения стали недоступны. Значит, нужно было произвести свое. Мощности производственные какие-то еще тогда оставались. Сейчас их просто нет. Можно я кощунственную вещь скажу? Я просто сейчас продолжу. И в Белоруссии, в принципе, ситуация такая же. У них есть производственные мощности. А внутренний спрос они могут частично обеспечить внутренним производством. Поэтому, в принципе, обесценение им может пойти на пользу. Вопрос в том, до какого уровня и насколько это больно ударит по населению, насколько это действительно больно ударит по бизнесу. Потому что может случиться ситуация, что, например, поскольку им нужны импортные детали для сборки, у бизнеса нет денег, они не смогут это купить. У них нет, понимаете, в стране нет валюты. Да, в Венесуэле это уже было один раз, когда местная валюта, ты на нее ничего не можешь купить, а тебе нужны запчасти, тебе нужно выполнение. Потому что, смотрите, еще по некоторым оценкам, вступление в таможенный союз им стоило где-то от 4 до 5 миллиардов поступлений в бюджет в год. Да, они очень серьезно. Они серьезно попали на этом деле. Ну, они пошли на это? Они надеялись, наверное, на дешевые... Никто не знал, что будет 2011 год с этой всей Катабасией. Так вот, кочунственная мысль, которую я хотел вам высказать. В России есть определенное количество импорта, то есть товар, в котором мы покупаем по импорту. Я не исключаю, что вот в этой общей импортной массе есть какая-то часть, которую белорусы могли бы нам поставлять, замещая другие импортные составляющие. Продовольствие, лекарство, высококачественный бензин, своих камазов много, какие-то электронные продукты, еще что-то. Я продолжу свою мысль. И вот дружественный российский народ, братский российский народ, составляющий часть единого славянского целого, говорит, ребят, надо помогать пацанам, давайте сделаем так, мы уменьшаем импортную. И обращаемся за доброй волей к тем людям, которые в этом вопросе понимают, что это регулирует его. Говорим, давайте увеличим количество импорта из Белоруссии, уменьшив его из других стран. Может быть, даже за счет каких-то незначительных издержек, связанных с личным, так сказать, интересом, личным обогащением. Как вы думаете, технически этот импульс может произойти, например, от власти? Кто-то из экономистов скажет, ребят, ну давайте помогать, хватит уже критиковать батьку. Нет, да, вообще, вот я циничный. Вот я знал, что я говорю такие вещи, которые неправильно будут вами и вас. 57-й, значит, 0-2-й, ангажированное вранье, никакой серьезной модернизации. И в Белоруссии не было, продукция промпроизводства давно морально устарела, выпускается даже для нетребовательного СНГ. Да, да, только сравните карьерные самосвалы БелАЗ с остальными моделями, и все поймете, просто карьерника не было. Я даже больше хочу сказать, что ведь производство продуктов питания, это тоже модернизация. И если вам не нравятся белорусские товары, скажите об этом прямо, вас засмеют, вас просто засмеют. 64-й, нас все братья доили и дружно кидали. Хватит, они сказали, все братья доили и кидали, его видишь, его доили и кидали. Ну, наверное, он прав, наверное, это озлобленность какая-то, которая имеет некую экономическую подоплеку. Вот человек жил в Советском Союзе, его все доили и кидали. Я таких людей, правда, не очень много видел, но, наверное, вот 64-й он такой, позвоните нам, мы с удовольствием с вами переговорим. 76-й, в Италии была Чичерина, членом парламента, это была, помнишь, такая порная звезда, сумасшедшая, Жириновского подруга. И ничего, Кожевникову тоже неплохо. Но вы тут не правы, потому что Кожевникову в этой ипостаси никто не видел. Я просто хочу понять, что движет молодой женщиной, актрисой, вот, вхождение в этот список. Не могу понять, ты можешь? 70-й, нет, плюс батька, выход один, присоединение Белоруссии. Да не присоединение Белоруссии, а мы и так одно целое. И так одно целое. Что мы, собственно, здесь с этим присоединением формальным, да? Будет Витебская область в составе Российской Федерации, или, наоборот, будет Единое государство, и Тульская область войдет в состав Белоруссии. Ну, это не важно. Важно единение, так сказать, как бы внутреннее, духовное, ну, и экономическое тоже. Скажи, пожалуйста, а вот то, что касается дефицита валюты, что закрыты эти самые обменники, очень много проблем. Ее просто нет. Ее просто нет в стране, да? Да. И вот тот резерв, который у них есть где-то, они его не выбрасывают для того, чтобы... Ну, в частных количествах и все вот эти ограничения на проведение экспортно-импортных операций, они, ну... Ну, смотрите, ну, я посчитаю их глупыми, потому что какая-то часть производителей, скажем, да, будет выводить валюту. Угу. Но другой-то часть производителей, она же нужна для закупки тех же... того же импорта. Ну, в общем-то, да. Ну, вы понимаете, еще раз, если посмотреть на историю, такие драконовские меры, они никогда ни к чему, как к дальнейшему обрушению курса национальной валюты и инфляции не приводили. Угу. По ним может быть дефолт. Угу. И в том числе, у нас же тоже кредит, да? Да. Да. Ну, может быть. А вот это надо смотреть, грубо говоря, что лежит, что находится в обеспечении этих кредитов. Но если так будет дальше развиваться экономика и ситуация в Беларуси, это дефолт неизбежный, я думаю. Давайте уйдем на новости. Они принесут нам обязательно благостное что-то. Экономика по-русски у нас в гостях сегодня или у себя дома Степан Димур. Мы обсуждаем ситуацию и заявление Лукашенко. И многие говорят, знаешь, о чем? О том, что вот не против Беларуси, а против Лукашенко. Якобы он непрофессиональный человек. И поэтому... Ну, не нам это судить. Но если люди избирают этого человека, значит, они, наверное, понимают, что для них он... Может быть, они сами непрофессиональные. Знаете, вот непрофессиональные люди выбрали непрофессиональные. Но не надо нам соваться с нашими этими указаниями. Кого выбирать? Мы в Украину, так сказать, или на Украине. Нет, в Украину, наверное, пытались тоже с этим. Ну, что вы? Ну, получили мы Януковича сегодня. Ну, что это, так сказать, прям такой уж удачный был политический шаг? Нет. Ну, у нас нет отношений с Грузией. У нас нет там многими отношений. А мы все что-то вот пытаемся соваться. Вместо того, чтобы помогать, вместо того, чтобы помогать экономически обоснованно, мы же не говорим раздавать деньги. Мы говорим о том, что нужно вырабатывать какие-то экономические связи, которые помогут и нам, и белорусам. Вместо этого мы сидим и злорадно хихиком. Вчера, например, эфир был наполнен людьми, экспертами, которые говорят. Для начала бы еще неплохо было бы в собственном доме разобраться, да, порядок навести. У нас выбор. У нас не надо. У нас выбор, у нас сейчас самое главное. Разбираться будем потом, да? Нам сначала надо провести выборы. Я прошу вас этот политический аспект всегда иметь в виду. Это главное. Народ должен выбрать. Кого? Это вопрос 25-й. Давайте откроем глаза на очевидные. У нашей нынешней власти нет задачи кого-то приподнять или отдавать место у кормушки. Задача, значит, тырь-покатыриться и будь поближе к общику. Ну, такая сложная, в общем, конструкция, на мой взгляд, не совсем объективная. Единственная позитивная новость. Вот, говорит, Поля Конопли. Так его сожгут, его сожгли. Поэтому оно и попало, почему, в новости, потому что его сожгут. Если бы его не поднесли, то вы же его давно эксплуатировали бы уже. Давайте попробуем взять звонок. Не здравится, Степан? Алло, говорите, мы вас слушаем. Слушайте. Добрый день. Меня зовут Галина Николаевна. Да, Галина Николаевна, очень коротко. Я вошел. Алло, алло. Ну вот, бедную Галину Николаевну кто-то отключил. Но если вы дозвонитесь, мы будем рады вам. Алло, говорите, мы вас слушаем. Да. Алло. Да, да, говорите. Меня Петр зовут. Да, Петр, слушаем вас. Спасибо. Значит, что я хочу сказать. Мне кажется, что Лукашенко должен вообще быть президентом России. Хорошая мысль. Мне тоже это нравится. Да, это просто замечательно. Во-первых, ну, подумайте сами. У нас здесь, в России, гастарбайтеры это кто? Это таджики, киргизы. Я не хочу, я ничего не имею. Мы тоже. Украинцы, молдаване и так далее. Белорусов нет. Нет, они ушли. Прималцев нет. То есть, это люди, которые как бы довольны жизнью. Я разговаривал, я как бы, ну, у меня такая работа, что я имею возможность общаться с людьми других национальностей, в том числе с белорусами. И я разговаривал с ними, знаете, они прекрасно живут. Вот реально прекрасно. Они очень-очень довольны жизнью. Я не знаю, почему у нас возникает такая ситуация по телевидению. Ну, может быть, скорее всего, это политическая какая-то интервью, политическая игра. Да, конечно. Сто процентов. Но, но сами белорусы, они, они классные ребята. Да. Кто же кто? Стадим вам. Такие девчонки, как... Вот это вот серьезный аспект. Больше людей в мире встретить нельзя. Да, да, да. На самом деле. Поэтому. Все правильно. Поэтому я не знаю. Мне кажется, если Лукашенко будет резидентом России, это будет очень-очень здорово. Хорошая идея, надо будет ее подкинуть в Кремль. Я думаю, что на выборах 19-го года они просто с восторгом встретят. А вообще, идеальная была бы фактура, вот какая, что, значит, Медведев, Путин и Лукашенко участвуют в выборах. Вот три человека участвуют в выборах, и было бы, наверное, неплохо посмотреть, что из этого получилось. Мне говорят о том, что... Выиграет либо Путин, либо Медведев. Ну, я думаю, что нет. Нельзя будет. Выиграет Путин Медведев. Вот я думаю, так. Президентом Российской Федерации стал Путин Медведев. Вот объявлять нам. Ну, и причем, не объясняя, почему два человека стали одним президентом, но мы же это съедим. В этом наш плюс. В этом наша вот всеядность политическая, она нас и кормит, и она нас заставляет, так сказать, как-то вот жизнедействовать. Ну, понимаете, если бы не было тандема, о чем бы всем аналитикам и политологам и нам говорить? Да. Вкусно было бы? Да, конечно. Ну, не о Черчилле же говорить. Вот я просто.